Американская система здравоохранения, с одной стороны, является одной из лучших в мире, потому что здесь хорошо лечатся какие-то сложные заболевания, очень много инноваций, новых технологий. Но, с другой стороны, многие считают систему здравоохранения США самой сломанной системой здравоохранения в мире. Наверняка вы все слышали про огромные счета, что можно там просто вызвать скорую помощь. Во-первых, вызов скорой помощи стоит 2,5 тысячи долларов. Во-вторых, вы можете прийти со сломанным пальцем, а вам выгодят счет на 50 тысяч долларов. Причем, это, кстати, реальная история моего знакомого. Почему так происходит? Почему вот эти две противоположные друг другу вещи, они здесь совмещаются? Я живу в Америке уже восьмой год, и в этом видео я вам расскажу про то, как устроена американская система здравоохранения, что тут за страховки, как много людей без страховки, примут ли тебя вообще в больницу, если у тебя нет никакой страховки, и у тебя нет даже документов. Почему людям выставляют такие огромные счета? Сколько реально стоит здесь медицинская страховка? Как работает бесплатная страховка в Америке? Почему здесь вообще такая странная, неповоротливая система? И почему, на мой взгляд, это то, что реально Америку не красит? В общем, думаю, что будет интересно. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, нажимайте жирный-жирный лайк, а мы начинаем. Поехали! Итак, Америка тратит больше всех денег на систему здравоохранения. Траты на здравоохранение в США занимают примерно 17% ВВП. На одного человека она тратит больше 10 тысяч долларов каждый год. Это гигантские суммы. Ни одна страна в мире даже близко не приближается к таким тратам, как Америка. Но при этом, при всем, система абсолютно сломана. Потому что из всех развитых стран, из всех стран Западной Европы, Америка это единственная страна, где не существует системы всеобщего здравоохранения. Да, возможно, для вас это будет сюрпризом, но в Америке нету государственной страховки. Здесь вообще нету государственного регулирования всей системы здравоохранения. Как, например, в соседней Канаде, в Великобритании, в Германии. Здесь этого просто не существует. И для многих это странно, потому что они не понимают, как это может вообще так работать. А вот в Америке это все как-то работает. Но для того, чтобы разобраться, как действительно работает эта система, нужно сначала заглянуть в историю. Почему вообще такая система сложилась? Потому что больше 100 лет назад ни у одной страны не было никакой государственной системы здравоохранения. Как вы знаете, Америка это такая страна победившего капитализма. Здесь все решает рынок. И народ не любит, когда государство вмешивается в какие-то лишние сферы. То есть они такие вот индивидуалисты, говорят, мы сами во всем разберемся. И то же самое было и со своим здоровьем. Дело в том, что по историческим меркам только недавно появились там врачи, которые специализируются на разных заболеваниях, какие-то комплексные системы лечения. Раньше все было не так. Раньше врачи лечили вообще все и любыми методами. От кровопускания до каких-то личинок. В общем, ну вот максимально-максимально большой разброс. Чуть больше 100 лет назад медицина стала считаться как бы тоже наукой. И там все стали измерять, изучать, открывать какие-то лекарства и способы лечения. Так вот, в Америке государство не вмешивалось в личные дела людей. Поэтому с системой здравоохранения здесь начали заниматься большие компании. Потому что они были заинтересованы в том, чтобы их сотрудники меньше болели. Соответственно, они начали создавать специальные страховые фонды, куда отчислялись деньги с каждой зарплаты. И это, собственно, положило начало системе здравоохранения. И так появились частные страховые компании в Америке. Это было тогда, в начале 20 века. До сих пор 49% всех американцев имеют страховку именно от работодателя. То есть с каждой их зарплаты какой-то процент отчисляется на медицинскую страховку. Либо сейчас даже он не отчисляется из их чека, а просто автоматически работодатель при приеме на работу говорит вам, что у вас будет такой-то классный страховой план, потому что он уже вкладывает в стоимость сотрудника то, что он будет платить вам за страховку. И так живет каждый второй американец. У большинства американцев страховка именно от работодателя. Но время шло, медицина развивалась. Из врачей широкого профиля постепенно начали появляться врачи с узкой специализацией, которые специализировались на лечении конкретных болезней или конкретной части человеческого тела. Развивалась наука, все это шло вперед, технологии. Понимали, как лечить те или иные заболевания, то, что вообще есть микробы, микроорганизмы, которые могут вызывать те или иные болезни. И началось вот это жесткое деление на разных специалистов. Потом в Америке случилась Великая депрессия. Огромное количество людей потеряли работу. И государству пришлось уже начинать вмешиваться в частную жизнь людей. И именно тогда при Франклине и Делане Рузвельте здесь придумали систему социального страхования, social security, в которую изначально должны были включить и выплаты по страховой, но американское лобби и уже выросшие к тому моменту страховые компании, частные медицинские центры, они были против того, чтобы государство вмешивалось в их дела. То есть вот был шанс у Америки в 30-е годы, как и у многих других стран, сделать свою систему здравоохранения, но это не вышло. Корпорации сказали свое слово, и государство не смогло против них ничего противопоставить. Затем в 60-е годы лобби было сломлено, но лишь на чуть-чуть, потому что тогда появились системы Medicare и Medicaid, которые существуют до сих пор. Одна это по сути система здравоохранения, когда государство платит за все медицинские расходы либо малоимущим, либо пенсионерам старше 65 лет. То есть да, у этих категорий граждан в Америке бесплатное медицинское обслуживание, потому что государство за них платит. Эти программы действуют до сих пор. Затем система особо не менялась вплоть до 2010-х годов, когда при президенте Бараке Обаме была введена так называемая Obamacare. Обама обязал всех жителей США иметь страховку. Если вы не имеете страховку, то при подаче налоговой декларации вас будут штрафовать. Таким образом появились маркетплейсы и государственное субсидирование, субсидирование на уровне штатов, чтобы люди, когда обращались за страховкой, если у них маленький доход, чтобы штат за них доплачивал. И вот такая система действует до сих пор. То есть вы понимаете, что я сказал? По сути, вся система страховых компаний, ассоциаций врачей, все это не меняется уже больше ста лет. Рынок здравоохранения в США – это именно рынок, то есть компании, которые в нем работают. И страховые компании, и больницы, и врачи – они зарабатывают деньги. Это бизнес. И это нужно понимать, когда вы говорите про систему здравоохранения в Америке. Государство туда практически не вмешивается. И именно из-за того, что это, по сути, бизнес, и люди зарабатывают деньги, это все превратилось в очень комплексную систему. С одной стороны, есть страховые компании, с другой стороны, есть больницы и разные медицинские центры, с другой стороны, есть офисы врачей. И это все частные компании, которые хотят заработать деньги. Соответственно, когда вы приходите к врачу, то врач оказывает вам какую-то услугу, но он даже не может вам сказать, сколько это будет стоить, потому что он может сотрудничать с каким-то госпиталем. Этот госпиталь получает все оплаты через страховую компанию. И, соответственно, вот в этой цепочке сколько что будет стоить, как это будет считаться, никто не знает. Из-за этого в Америке реально люди боятся медицинских счетов, потому что ты не знаешь. Ты пошел к врачу, у тебя нам что-то случилось, тебе никто не может сказать, сколько это будет стоить. И потом ты ждешь письма страховой компании, чтобы узнать, сколько в итоге все стоило. Это иногда приводит к абсурдным ситуациям. Когда вот реально у меня есть знакомый, который пошел в госпиталь, у него болел палец. Сказалось, он его сломал. Ему просто его вправили, что-то там наклеили пластырь, какую-то фигню сделали, дали каких-то таблеток. Ему потом приходит счет на 50 тысяч долларов. То есть ему насчитали, что вот эта вся комплексная услуга, что один врач посмотрел, другой врач посмотрел. Тут ему принесли какой-нибудь пакетик. Там ему сделали какие-то анализы, еще что-то. Это все стоило 50 тысяч долларов. Потому что каждый этап согласования счета, каждая компания, каждый врач, который там участвует, может накидывать что-то свое. А из-за того, что это рынок, то есть нету какого-то контроля цен, потому что это рыночная экономика, все стоит столько, сколько ты скажешь, а сколько у тебя купят, то получаются такие сумасшедшие счета. Конечно, зачастую бывает так, что счет, который он пришел на 50 тысяч долларов, это как бы его общая цена, но там будет написано, страховая компания покрыла типа 40 тысяч, еще там 9,5 тысяч было списано, и в итоге вам нужно заплатить 500 долларов, потому что за все остальное уже заплатила компания. То есть это просто машина по генерации денег. И это, конечно же, абсурдно. Друзья, не забывайте ставить лайки под этим видео, потому что очень сложно готовить подобные темы, потому что, как видите, система здравоохранения в США, ну это реально вот черт ногу сломит. Очень сложно в ней разобраться. Поэтому если вам интересно, вы получаете ценную информацию, узнаете новое, то нажмите лайк и продолжайте смотреть видео. Давайте наберем хотя бы 15 тысяч пальцев вверх, что я понял, что я это все делаю не зря. Но если хотите еще каким-то образом поддержать работу меня и моей команды, можете воспользоваться функцией суперспасибо на ютубе, спонсорство на ютубе и на сторонних сервисах вроде Бусти и Патреона. Нам будет очень приятно. Спасибо. Кстати, для того, чтобы стать врачом, в Америке нужно сдать экзамен USMLE. Он состоит из трех частей и считается одним из самых сложных экзаменов в мире. Но чтобы работать в медицинской сфере, причем неважно, в Америке или в любой другой стране, не обязательно быть именно врачом. Вот вы, например, знали, что в здравоохранении и медицинских технологиях большим спросом пользуются разработчики на Python. Например, его активно используют в диагностике снимков для выявления опухолей и прочих нарушений, в анализе и прогнозе сложных заболеваний, открытий новых лекарств и еще много в каких областях. Мои друзья из SkillFactory как раз сейчас открывают набор на свой курс по обучению профессии разработчика на Python с нуля. Он идеально подходит для новичков в программировании, потому что обучение начинается с азов, а заканчиваете вы его уже уверенным джуниор-специалистом с полезными навыками для дальнейшего роста. И пускай кодинг вас не пугает, потому что Python можно обучиться даже без предварительных навыков программирования. Он считается одним из самых простых в освоении языков, с простым синтаксисом, и его код больше похож на текст, чем на набор каких-то непонятных символов. Спрос на таких специалистов сейчас очень большой. И, как вы уже услышали, даже в самых неочевидных сферах. А средняя зарплата в России — 180 тысяч рублей в месяц. Длительность курса — 9 месяцев. Но уже к третьему месяцу обучения вы освоите базу и сможете приступить к поиску работы и первых проектов. А центр карьеры SkillFactory поможет вам на всех этапах трудоустройства. От создания резюме и подготовки к собеседованию до поиска работы. Авторы и менторы курса — практикующие разработчики из крупных IT-компаний. А программа обучения реализована в формате «фэктори реальных проектов». То есть в процессе учебы вы будете решать реальные кейсы компаний, таких как Яндекс, Озон, ВК и Алиэкспресс. Вы погрузитесь в рабочие процессы и командную работу. В финале вы сформируете портфолио из шести проектов, которые не стыдно показать работодателю. Ну а для новых студентов SkillFactory подготовил специальное предложение. Скидка 50% на обучение плюс курс по софтскилам в подарок по промокоду столица50. Переходите по ссылке в описании или сканируйте вот этот QR-код и залетайте в любую сферу с востребованной профессией. SkillFactory учат тех, кого берут на работу. Как я уже сказал, сейчас, на данный момент в США все должны иметь страховку. Несмотря на это, миллионы человек, если я не ошибаюсь, где-то 27 миллионов человек до сих пор не имеют страховку. Причем они это могли бы сделать даже бесплатно, но вот просто не делают. Государство как бы не может никак обязать человека сделать страховку, потому что это частная инициатива. А общей государственной системы здравоохранения в США не существует. И поэтому здесь больше 20 миллионов человек до сих пор не имеют страховку. Несмотря на штрафы и на прочие меры, которые их тут пытаются принять вот в такой вот текущей неповоротливой системе. При этом я знаю, у многих есть стереотип, что вот, мол, если у вас нет страховки, то вас никто не примет. Здесь в Америке это абсолютно не так. В любом госпитале, в любой, там, на эти сутки есть такие emergency room, типа куда вот вы можете приехать, они работают круглосуточно при госпиталях. Вас всегда примут, возьмут все анализы, помогут с любыми вообще вопросами. Даже если у вас нет страховки, они обязаны вас все равно принять и оказать вам полную услугу. То есть то лечение и то отношение, которое вы к себе получите, не имеет никакой разницы. Или нет. Потому что, опять же, система комплексная. Тот, кто вас обслуживает, не выставляет вам счета. И даже не зная, сколько это стоит. Это все делается через систему страховых компаний, которые там дальше с госпиталями, с врачами уже как-то договариваются. Вас в любом случае примут, а вопрос с деньгами будет решаться потом. Из-за этого здесь некоторые люди, вот я знаю пару таких иммигрантов, которые, не имея страховки, обращались в госпиталь, когда у них было что-то срочное. И они просто называли чужое имя, чужую фамилию, то есть вот представлялись другим человеком, и потом им до них никак не могли дойти счета, потому что там не проверяют, никто не будет у вас силой требовать какие-то документы, потому что у вас как бы чрезвычайная ситуация, вам срочно нужна помощь. И все, и с этим ничего не сделаешь. То есть это такая лазейка в этой системе есть, которая, на мой взгляд, еще больше подчеркивает, что она все-таки сломана. При этом при всем, везде в Америке есть бесплатная страховка, которая будет субсидироваться штатами. Где-то эти субсидии большие, как, например, в Калифорнии, в Нью-Йорке, где-то они поменьше. Но даже в республиканских штатах такая страховка есть. Есть специальные маркетплейсы страховок, куда вы можете зайти, выбрать нужный план. Я это попозже покажу. И там будет написано, сколько будет стоить страховой план, что туда будет входить, и сколько будет платить за вас штат. Причем в некоторых штатах, таких как Калифорния и Нью-Йорк, на такую страховку могут подаваться даже нелегальные иммигранты. Вот у нас в Калифорнии с этого года общие страховки как для нелегалов, так и для легалов. Это, конечно, удивительно, потому что Калифорния на фоне других штатов вообще кажется штатом победившего социализма, а не капитализма. И бесплатные страховки зачастую называются emergency medical insurance, то есть которые покрывают чрезвычайные разные ситуации. Если вы попали в аварию, если вам стало резко плохо, то есть вы не можете по этой страховке быстро записаться к кому-то специалисту, но если с вами что-то случится, вас всегда примут и за вас полностью оплатят. Сами все эти страховые планы, страховки, типы страховок, они настолько запутаны, что в них разобраться без пол-литра реально невозможно. Но я сейчас попытаюсь на примере Калифорнии вам показать вообще, что это значит и почему здесь в Америке, даже когда у вас есть страховка, вы все равно будете что-то платить. Давайте возьмем для примера типичную семью. Итак, я сейчас зашел на сайт калифорнийского маркетплейса Cover California. И здесь нужно ввести доход домохозяйства. Средний доход в Лос-Анджелесе где-то 80 тысяч долларов. Вводим зип-код. Допустим, нас три человека, троим нужна страховка. Допустим, нам 30, 28 и 3 года. Нажимаем Calculate. Вот нам пишет, что на такую семью стоимость страховки для Silver Plan, то есть для серебряного плана, будет стоить 436 долларов. Давайте посмотрим более детально, что же это все значит. То есть, видите, тут мы перешли на сайт, тут написано, что вот какие есть планы. Есть бронзовый, серебряный, золотой, платиновый. Здесь много каких-то цифр, каких-то непонятных терминов. Вот страховки, которые можно купить через этот маркетплейс. Это все, кстати, частные компании, которые, как по сути, продают здесь свои услуги, которые частично финансируют штат. Смотрите, дальше нас перекинуло на сайт, где мы можем посмотреть непосредственно те страховые планы и те программы, на которые мы можем рассчитывать. И мы посмотрим, сколько штат будет за нас платить. Итак, вот смотрите, как выглядит этот маркетплейс страховок. Сначала нужно сказать про несколько терминов, связанных со страховками. Здесь есть два типа страховок. Есть HMO и PPO. HMO планы стоят подешевле, но у них есть ограничения. Вы можете работать только с теми врачами и теми госпиталями, которые входят в некую сеть госпиталей, которые каким-то образом объединены. Соответственно, когда у вас будет такая страховка, вы можете обращаться только в какие-то определенные заведения. PPO, страховка, значит, что вы можете обращаться в целом к любым специалистам, к любым госпиталям, которые принимают такую страховку. Они не должны быть объединены какой-то сетью. И такие страховки стоят дороже. Вот для примера. Вот какая-то LA Care бронзовый план, который обойдется нашей семье в 222 доллара в месяц. При доходе 80 тысяч долларов вполне нормальная цена. Что тут значит? Есть несколько терминов. Есть так называемый co-pay. Он здесь составляет 60 долларов. 60 долларов co-pay, это значит, когда вы будете ходить к специалистам, к семейным врачам. Несмотря на то, что у вас есть страховка, за каждый визит вам нужно будет заплатить 60 долларов. Но только если этот визит, когда у вас что-то болит и что-то беспокоит. Если вы идете превентивно, например, на ежегодный чекап, вот я, например, на таких хожу, то они бесплатные. За это не нужно будет платить co-pay. Следующий термин. Это yearly deductible. Это, по сути, как франшиза на русском языке, когда машину вы страхуете. Здесь он составляет 630 долларов в год. Это значит, что за год при обращении за какими-то медицинскими услугами, за какими-то там операциями, то первые 6300 долларов вы оплатите из своего кармана. А потом за вас уже будет платить страховка. И также есть deductible на лекарства, 500 долларов. То есть первые 500 долларов вы как бы тратите сами, потом уже все, что сверху, страховка оплачивает за вас. Плюс есть co-pay на лекарства. Причем на такие, на обычные лекарства по рецепту, там они будут составлять 17 долларов. Даже если лекарство стоит 300 долларов, вы заплатите за него 17 долларов. И это я сейчас очень упрощаю, чтобы вы просто понимали, что система реально очень сложная, много терминов. И вот здесь много-много таких планов, которые там доходят до, не знаю, давайте с последней устранить, до 1800 долларов в месяц. Это вот Blue Shield PPO. Вот как раз PPO. Это значит, можно идти куда угодно. Вы за визит врачу заплатите всего 15 долларов, за лекарство всего 7 долларов. У вас 0 deductible, то есть 0 франшиза. Сразу все расходы будет вам оплачивать ваша страховая компания. И это вот просто на те данные, которые я ввел, мне показало 34 тарифа разных страховых компаний, которые здесь есть. То есть понимаете, насколько система реально сложная. И это были только планы на обычную медицинскую страховку. Здесь нужно отдельно покупать страховку на зубы и страховку на глаза. То есть по сути нужно иметь три отдельные страховки. Опять же хочу подчеркнуть, почти половина американцев, 49% имеют полную страховку и на зубы, и медицинскую, и на глаза от работодателя. Они вообще за это никак не платят деньги и они покрыты. 9% не имеют вообще никакой страховки. Все остальные либо сами, либо на каких-то бесплатных сидят, еще что-то. То есть в целом, подавляющее большинство населения, они покрыты и пользуются медицинскими услугами. Но это не делает систему какой-то суперэффективной и прям идеально работающей. Есть что улучшать, но она все равно очень и очень сложная и комплексная. Кстати, друзья, напишите в комментариях, насколько вы поняли за такой вот краткий экскурс, понятно ли вам стало, как работает система страховок в Америке. Плюс здесь из-за этой комплексной системы есть другие минусы, что если у вас страховка, вот обычная, которая HMO, которая только покрывает какую-то сеть, то вы можете ждать визита к специалисту, какому-то конкретному врачу очень долго, можете месяц, можете два. Если у вас PPO, возможно, вы можете записаться сразу какому-то врачу, но есть и отдельные вообще системы, как я и сказал, есть emergency room, где 24 на 7 вас примут сразу, но вы там можете прождать, смотря на сколько срочно вам нужна помощь, от 1 часа до 6 часов, я знаю, люди там ждут, пока их примут. При этом есть еще другие здесь заведения, urgent care, это по сути как наши поликлиники, они здесь возникли не так давно, и они как раз возникли на фоне того, что люди не понимают, сколько стоит какая медицинская услуга, и в эти urgent care, это частные клиники, но они дистанцировались от всей системы здравоохранения США, выкладывая прямо на сайте цены за визит и за все анализы, то есть вы сразу до того, кто туда придете, можете узнать, сколько что стоит, и во многих страховках теперь покрывают и визиты в urgent care, например, вот в моей страховке визит в такой urgent care, если я просто могу вот прям прийти, прямо с порога, без записи, кому угодно, кто вот есть в этом urgent care, за всего лишь 40 долларов, мне там окажут все услуги, если у меня нет страховки, то там стоимость где-то 150-200 долларов будет за визит, то есть понимаете, насколько много здесь разных составляющих, как сложно в этом разобраться, кстати, друзья, если вам актуально разбираться в разных аспектах жизни в США, если вы задумываетесь о переезде, и хотели бы получить четкую пошаговую инструкцию по всем этапам переезда, от получения документов до устройства быта и поиска работы, построения карьеры и бизнеса в США, то у нас в школе иммиграции сейчас стартовал новый поток обучения, и вы еще можете к нему присоединиться, для этого переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь к курсу, у нас там участвуют и иммиграционный адвокат, и специалист по налогам, и специалист по построению карьеры в США, и по поступлению в американские университеты, и риэлторы, и преподаватели английского языка, в общем, очень комплексный курс, который отвечает на все вопросы, связанные с переездом в Америку, поэтому переходите по ссылке и увидимся на уроках. Но почему же здесь существует вообще эта проблема? Почему Конгрессу, правительству сложно принять какой-то закон, который бы сделал обязательное страхование для всех, как это есть в Канаде, который вот здесь, вот прям под боком находится, в Великобритании, в Германии, уже давно эта проблема решена. И знаете, есть целое видео на ютубе, когда человек подходит к прохожим в Великобритании и спрашивает, как думаете, сколько в Америке будет стоить вызов скорой помощи? Люди там удивляются, в смысле, это должно сколько это стоить? А когда слышат, что это стоит 2,5 тысячи долларов, они вообще офигевают. Потому что скорой помощи в Америке, это тоже частные компании. То есть вы можете приехать в Штаты и открыть частную скорую помощь, ездить на вызовы и получать по 2 штуки за вызов. И как бы с одной стороны, рынок, конечно, классная тема, потому что из-за обилия денег в этой индустрии врачи получают много денег, как я уже говорил. Много денег вкладывается в исследования, появляются новые лекарства, врачи получают очень узкие специализации. Из-за этого в Америке, например, одна из лучших терапий по лечению разных раковых заболеваний. И других редких очень заболеваний, которые здесь и лечат, и здесь, например, умеют оказывать уход детям с редкими заболеваниями, потому что здесь есть для этого инфраструктура, потому что в это вкладывается много денег. Но с другой стороны, мне лично кажется, что здравоохранение – это та сфера, в которую государство должно вмешиваться. Потому что все люди должны иметь право на оказание медицинской помощи, вне зависимости от того, сколько у них денег. Такое же право, как право на свободу слова, свободу мнения, на свободу религий, которые закреплены в США, в Билле о правах, мне кажется, должна быть поправка Конституции, которая закрепит за каждым жителем США право на здравоохранение. В других странах это поняли, в США это сложно, потому что есть лобби, есть фармацевтические компании. Фармацевтические компании тоже зарабатывают деньги. Да, они делают лекарства, да, они помогают людям. Но из-за того, что несколько фармацевтических компаний по сути являются монополистами в своей сфере, они могут задирать любые цены. Именно поэтому в США стоимость закупки инсулина – 300 долларов, а в соседней Канаде – меньше 30 долларов. И Джо Байден, даже в рамках своей компании, когда он выдвигался в президенты, он пообещал снизить цены на вот эти вот необходимые лекарства. И он все-таки снизил эти цены, но только на определенные там, вот на инсулин, еще на какие-то вещи. Но целиком это сделать не удалось, потому что в Америке до сих пор живет огромное количество противников того, чтобы государство вмешивалось в систему здравоохранения. Они сидят в Конгрессе, есть целые лобби, которые финансируют продвижение или наоборот блок каких-то законов. И это все действует в рамках американского законодательства и того, как устроена эта страна. Можно с этим соглашаться, можно не соглашаться, но вот так вот эта система сложилась. Я вот не знаю, я себя все-таки отношу к сторонникам всеобщего обязательного здравоохранения страны государства, как в Великобритании, как в Канаде, как в Германии, как в той же России. И я, конечно, когда буду здесь участвовать в политической жизни, буду голосовать уже в этом году, то я буду смотреть на кандидатов и отдавать свой голос тем, кто будет выдвигать подобные требования. Но насколько это реализуемо, я не знаю. Друзья, вы вот сейчас услышали целый ролик про систему здравоохранения в США. Я упустил много деталей, просто чтобы вы со стороны могли оценить вообще, как это устроено и представить на своей шкуре, вот могли бы вы в этом существовать. Мне очень важно, чтобы вы написали комментарий, насколько вам стало понятней. Вообще, что вы думаете? Система норм? Пусть такое останется? Или все-таки ее нужно менять? Согласны ли вы со мной, что это неправильно, что в самой развитой экономике мира, которая тратит такие гигантские деньги на здравоохранение? Миллионы людей вообще не имеют страховки, другим людям приходят гигантские счета и нету вообще никакого регулирования. Напишите обязательно в комментариях, мне очень интересно будет почитать. А на этом все. Не забудьте подписаться на канал, нажать жирный жирный лайк, если хотите больше подобных видео. А мы увидимся с вами в следующих роликах. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok